Девушки отдыхают Что? Что я делаю? Это такие святочные гадания. В канун Нового года с 30 на 31 декабря так проверяли, какая погода будет на святке, то есть 7 января. Если пламя скоро гасло, значит погода будет сухая и солнечная, что очень важно, ведь в этот день молодежь практически все время проводила на улице, гуляла, колядовала, ходила друг к другу в гости. А что 7 января отмечали северные народы от Канинского хребта до Таймырского полуострова и Урала, узнаем сегодня. Ммм, вкусно пахнет! Есть такое правило. Летом для разведения костра нужно 3 стружки, зимой 5, осенью 7. Нельзя одно или четное число, но самое главное их нельзя считать. Это и так, по аналогии с числом 7 вспомнила. 7 января весь православный мир отмечает Рождество Христово. У ненцев этот церковный праздник получил название «Росьба» и отмечает его большинство крещенных самодийцев. А между Рождеством Христовым и Богоявлением, то есть 7 и 19 января, святки, смысл которых – светить 12 дней после Рождества Христова. Но по времени этот праздник совпал с древними языческими обрядами, отмечавшими зимний солнцеворот. Так что святки – по сей день смешение христианских обрядов и языческих. Основным содержанием последних было общение с миром мертвых, от которых зависело благополучие живых. Для потешных и забавных игр рядились, как кому хотелось, и в масках с шутками-прибаутками обходили дома, исполняли величальные обрядовые песни о том, как родился Христос, как в гости к хозяину пришли Божьи посланники и другие. Плясали, поздравляли хозяев, желали счастья, богатства и хорошего урожая. Святки – праздник городской. В стойбище из одного чума вряд ли поколядуешь. Кроме того, 7 января в жизни немцев и других северных народов происходило одно знаменательное событие – Дидей-по. День наступления Нового года, который за праздник и не считался. Удивительно, да? И непонятно. Но нам повезло. Ко мне в гости пришла Лариса Прокопьевна Талеева. Ань, второго, Лариса Прокопьевна. Талеева Лариса Прокопьевна – сотрудник отдела этнографии и регионального искусствоведения Ненецкого краеведческого музея. Автор множества научных работ по культуре ненецкого народа. Лариса Прокопьевна, почему у немцев не было числового обозначения года? Ну, так как не было письменности до 1932 года, и вот пока письменности не было, все те числа, которые, ну, все те дни, которые проходили, обозначались зарубкой на определенном деревянном бруске. И прошедший день просто срезался ножом с этого деревянного календаря. Очень интересно. Это, получается, каждая семья вела свой такой своеобразный календарь. Вел этот календарь мужчина, потому что это была его обязанность. И эти деревянные бруски висели именно на его мужском поясе вместе с ножом. Каждая семья и вообще весь народ жили, измеряя свой год своей хозяйственной деятельностью. Если, например, выпадал снег, устанавливался лед, то, значит, можно было заниматься подледным ловом рыбы. Если наступала весна, наоборот, снег таял, то, естественно, они видели, что наступила весна. То есть можно, например, заняться охотой на гусей и так далее. То есть все было связано с хозяйственной деятельностью. То есть, получается, с появлением письменности ненецкий народ резко оказался в 1932 году? С появлением письменности в 1932 году ненецкий народ обрел такую возможность, чтобы зафиксировать все свои праздники в определенных письменных источниках. И об этом узнали не только сам ненецкий народ, но и весь народ, который проживает вообще в мире. Рождение солнца, день наступления Нового года, явление и событие, конечно, очень радостное. Но как и полярная ночь окутана мистикой и всевозможными мифами и легендами. Да, действительно, именно с солнцем связано очень много легенд. И они зафиксированы в ненецком фольклоре. И одну из них, наверное, я вам сейчас расскажу. Когда-то, давным-давно, к Нуму пришел его брат, верховный бог Нижнего мира. На! Пришел к нему и говорит. Вот, Нум, у тебя все есть. У тебя есть хорошая жена, хорошие дети. Ты сам очень хороший человек. А вот у меня ничего нет. Подари-ка мне, пожалуйста, луну и солнце. Зачем они тебе? У тебя ведь и так все есть. И Нум из своей доброты душевной решил, действительно, давай-ка я подарю ему. Может быть, он станет намного лучше, чем он сейчас есть. И он подарил ему главное светило, которое было на земле, это солнце. И второе светило, это луну. Но после того, как он это сделал, люди начали натыкаться на различные препятствия, падать в пропасти, тонуть в воде. И очень много народу погибло, и очень много животных погибло. И вот решили тогда люди обратиться к Нуму за помощью через посредника между людьми и духами. Шамана, это тебя. И сказали мне, верни нам, пожалуйста, наше главное светило, это солнце. Нум немножко подумал, пришел к своему брату и говорит ему, Я же сделал тебе подарок, а ты мне такого подарка не сделал. Так что, а подари-ка мне, пожалуйста, брат, свою тень. И он подарил. Подарил свою тень, а после этого Нум видит, что эта тень постоянно ходит за его братом. И нам ничего не оставалось делать, как отдать солнце, а также луну, Нуму. А Нум вернул эти светила и особенно солнце ненецкому народу. И после этого все люди стали жить очень хорошо. И всегда в этот день, когда Нум снова вернул на землю солнце, начали праздновать ненецкий Новый год. Вот эти мифы и легенды о сотворении мира породили множество сказок, которые также были окутаны мистикой и фантастическими рассказами. Да, ну надо же было как-то народу объяснить, откуда же появляются всякие физические явления. Например, откуда берется ветер, солнце, луна, звезды и так далее. Потребность человека объяснить природные явления нашла отражение в ненецком эпосе. Так рождались образы героев и волшебных существ с недобрыми намерениями. У нас с вами уникальная возможность увидеть настоящую сказку. Далеко-далеко в тундре женщины одели красивые паницы и вышли встречать солнце после долгой полярной ночи. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Но, как это часто бывает в жизни и в сказках, появляются нечистые силы. Парнане Баба-Яга. Нгавесака – злой старик из подземного мира. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok